Парковать машину под деревом не самое лучшее решение для автовладельцев в нашем городе. Владельцу этого автомобиля, можно сказать, повезло. Изгиб отломавшейся от дерева ветки оказался очень благоприятной формой и машина осталась цела. Как говорят, стоит бежать за лотерейным билетом. Такое везение не часто встречается. Вспомним хотя бы трагический случай конца июня, когда водитель Нивы погиб в Сасовском районе, придавленный упавшим деревом. Опасность, исходящая от деревьев, между тем, не должна становиться нормой. С проблемами, когда старые деревья представляют опасность, нам пришлось давно столкнуться. И один из первых случаев, это на улице Фирсова, когда человек несколько раз делал письменную заявку о том, что ветка достаточно большая, сухого тополя при падении может обрушить его балкон. Это все и произошло. И в дальнейшем, когда в суде был запрошен журнал заявок, там неоднократно было написано «нет пилы». То есть заявку от этого человека, а рядом пометка «нет пилы». То есть пилы не нашлось. И в дальнейшем, по решению суда, пришлось восстанавливать. Мало того, что был поврежден балкон, тополь при падении, был достаточно сильный ветер, он выбил оконную раму. И при падении там еще подлокотник у дивана был поврежден. Вот были такие примеры. Если утром вы вышли из дома, чтобы отправиться на работу, и обнаружили, что ваш автомобиль поврежден упавшей с дерева веткой, юристы советуют обращаться по телефону общего назначения 911. Сообщите о факте случившегося, назовите номер и марку автомобиля, затем сделайте фото и позвоните оценщику, который поможет установить ущерб и составить претензию. У администрации ЖКХ есть пять дней на рассмотрение вашей претензии. Как правило, чиновники отвечают отказом, мол, дерево было в порядке, но упало от сильного ветра. В таком случае обращайтесь в суд и уже в судебном порядке разбирайтесь, чье дерево, кому оно принадлежит и какие городские структуры в ответе за него. Городские зеленые насаждения всегда стоят на чьем-то балансе. У каждого дерева есть свой хозяин. И, как показывает практика, деревья чаще всего падают не из-за урагана, а из-за того, что за ними не следят. Бывают ситуации, когда обеспокоенные жители сами решают проблему. Стоимость обрезки или ликвидации одного зеленого объекта составляет от 8 до 10 тысяч рублей. В стоимость работы входят услуги обрезчика, грузчиков, аренда вышки, плата за вывоз веток и их утилизацию. Но есть и другие истории, когда посадки уничтожают совсем без необходимости. Все чаще в нашу телекомпанию поступают звонки от рязанцев, которые бьют тревогу. На улицах, прямо под окнами, во дворах вырубают кусты и деревья, ничего не предлагая взамен. Так случилось на улице Циолковского. Была замечательная береза с толстым стволом, абсолютно никому не мешавшая. Почему вот это случилось? Никакие органы не в курсе вот таких вот действий. Ни префектура, ни прокуратура, ни наша ЖЭУ, ни инспекции по благоустройству. Что это такое творится? У нас теперь можно делать вообще бездействие? Бездействие будет полное? Что самое удивительное, управляющая компания не в курсе, кто мог вырубить дерево. То есть исполнителей этого варварского, по мнению жильцов, акта найти не представляется возможным. К признакам, по которым определяют, что дерево пора убирать, относится сильный наклон, сухость ствола и выпирающая над землей корневая система. К тому же особо хрупкими породами считаются тополь и ива. За ними нужен пристальный контроль. Однако стоит помнить, что деревья нужны в городе не только для красоты. Поэтому просто ликвидировать старые насаждения не является решением проблемы. Необходимо насаживать молодые посадки взамен. К тому же в нашем городе есть немало мест, где требуются новые деревья и кустарники.